Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Я сейчас в Монако. Посмотрите, какие здесь красоты. Я сейчас на мероприятии Bybit. Здесь очень много интересных людей собралось. Блогеры, инфлюенсеры. Мы посмотрим на графики по биткоину, сегодня подумаем, что может произойти. И также не забудьте подписаться на мой инстаграм и твиттер, чтобы следить за моими новостями. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк и посмотрите на набережную Монако. Здесь действительно очень красиво. Ну что, мы посмотрим на графики по биткоину, я расскажу вам свое мнение о текущем положении дел на рынке. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков. И если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал и будете оставлять в комментарии, то раз в месяц я буду выбирать победителей трех человек, которые получат по 200 долларов. Ну а теперь давайте перейдем на графики по биткоу. Мы открыли четырехчасовой таймфрейм, вчера биткоин пролился, вы видите эту тень вниз на свече. В принципе, пролив был довольно сильный, биткоин ушел на 27 тысяч 900 долларов. Но абсолютный минимум этого месяца 26 500, и я думаю, что пока что так и останется. Давайте посмотрим на индикаторы. Стохастик находится в средней зоне. RSI также находится в средней зоне. Сквиз моментум пока что красный. Давайте посмотрим на дневном таймфрейме. На дневном сквиз моментум собирается переходить в зеленую зону. И знаете, мне нравится то, что биткоин удерживается пока что на своих позициях, несмотря на крупное падение на фондовом рынке. Нет сейчас у него такой зависимости. И интересный еще момент, что биткоин по-прежнему сидит в канале, о котором я уже давно говорю, между уровнями 28 600 и 31 тысяча долларов. Вчера он выпал из этого канала, но все-таки вернулся в него. Мне кажется, у биткоина все еще есть сейчас потенциал для роста. Стохастик здесь направляется вверх. Сквиз моментум находится в красной зоне, но я думаю, скоро будет переходить в серую. РСА в средней зоне направляется вверх. Ну что, в принципе, неплохо. Я думаю, можно сделать покупку биткоина. В принципе, можно попробовать зайти на текущих, но можно также посмотреть, что внизу. Можно поставить ордер на 28 тысяч долларов, если биткоин снова туда опустится. И также можно поставить ордер на второе дно, на 26 500. Почему нет? Ну что, я покажу вам сегодня свои сделки, но сначала хочу напомнить, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Я очень вам рекомендую зарегистрироваться на криптовалютной бирже Bybit, потому что они запустили соревнования среди трейдеров, и там призовой фонд в 8 миллионов долларов. Регистрируйтесь по моей ссылке на Bybit и становитесь участником моей команды. Будем торговать и выигрывать. Ну и кроме того, зарегистрировавшись по моей ссылке, вы можете получить бонус 4600 долларов. Если зарегистрируетесь, начнете торговать и заведете на бирже биткоин. Ну и давайте перейдем на графики, посмотрим, где можно открыть сделку. Я думаю, что если мы будем заходить на текущих, то имеет смысл поставить стоп-лосс под нижней границей канала. Тейк-профит, конечно, мы можем поставить на верхнюю границу канала. Соотношение риск-прибыль, таким образом, получается 1.43. Если открыть сделку прямо сейчас, риск 1154 доллара, заработать можно 1646 долларов. Потенциальная прибыль с десятым плечом 16400 долларов. Ну что, давайте теперь перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit, посмотрим, что там сейчас происходит. Сейчас у меня там 191 тысяча долларов, в основном я сижу в стейблкоинах. И сейчас у меня нет открытых сделок. Я заготовил стейблкоины для того, чтобы закупать биток. Ну и давайте сейчас закупим немного битка на споте. По цене 28 тысяч. Поставим такой ордер. Здесь нет лонга-шорта, я открываю ордер на споте. Подтверждаем сделку. И она открыта. Фондовый рынок мне вчера понравился, я закупил несколько акций. Давайте сейчас на него посмотрим. НИО сегодня плюс 9%. Но это я еще не покупал, я думаю, что там будет еще немного пролив вниз. Убер, в принципе, неплохо сейчас купить. Он сегодня в росте на 4,8%. Но давайте вернемся теперь на биткоин, к нашим сделкам. Как я уже говорил, я хочу открыть лонга с целью на 30 тысяч 600 долларов. Но не знаю, где это сделать лучше, на криптовалютной бирже Байбет или на Бинанс. Давайте посмотрим на Бинанс. Здесь у меня 384 тысячи долларов. Здесь я сейчас, наверное, поставлю ордер на покупку BNB. А у меня уже стоит ордер на покупку BNB по 272 доллара. Сейчас BNB стоит 300. Не знаю, заходить ли на текущем уровне что-то покупать. Давайте сейчас поставлю ордер на покупку по 280. Сколько BNB возьмем? Давайте возьмем 100 BNB на, получается, 28 тысяч долларов. Все, ордер установлен. И здесь я также хочу купить один биток. Буду ставить ордер не на текущих, а поставлю его чуть ниже. Я хочу вообще поставить несколько ордеров, поставить их лесенкой на закупку биткоина. Но давайте вернемся на график. Сейчас откроем ордер на уровне 27600. Скорее всего так. Да, 27600. Давайте так сделаем. Покупаем один биткоин. Пооттверждаем сделку. И этот ордер тоже установлен. Поставим также ордер на 19 тысяч, на случай, если на рынке будет огромная паника и биткоин прольется аж туда. Все, поставил два ордера на покупку биткоина. Мало ли что случится на рынке. Один ордер стоит на 27600, и второй на 19 тысяч долларов. Посмотрим на уровни поддержки. Что там у нас по биткоину? Один уровень здесь, на 26500, от которого может быть отскок. Посмотрим также на дневном графике, давайте. Ну и еще один уровень поддержки на 19 тысяч долларов. Ну и я думаю, что на 24 тысяч долларов, там тоже может быть остановка, если биткоин пойдет ниже. Давайте сейчас тоже поставим ордер на 23800 долларов. Подтверждаем сделку. И эта сделка тоже создана. И еще одну сделку я создам сейчас на 28500 долларов. Вчера, по-моему, биток пролился даже ниже этого уровня. Да, нет? Куда он там ушел? На часовом, давайте посмотрим, там удобнее. Какой там был минимум? На 27900 долларов. Что у меня уже есть на данный момент? 23800, 19000 и 27600 долларов. Дальше, дальше идет BNB. На 28000. Давайте поставим. Покупаем тоже один биток. Подтверждаем. В общем, целый мешок биткоинов я бы уже собрал, если бы все эти ордера сработали. Один, два, три, четыре биткоина. По разным ценам. И еще два ордера на покупку BNB. По 280 и по 272 доллара. Ну хорошо, это мои сделки на сегодня. Вчера Bybit запустили очень интересный трейдинг-компетишн с хорошим призовым фондом. Давайте я сейчас покажу фотку. Я как раз в Монако. И вчера был на мероприятии. Вот, регистрация открывается 26 мая. И призовой фонд составляет 8 миллионов долларов. Плюс всякие ништяки в виде NFT и прочих прикольных плюшек. Поэтому регистрируйтесь по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit. Попадайте в мою команду трейдеров и давайте будем выигрывать. И также, ребята, обратите внимание, что нам нужны артисты озвучки, которые переводят мои видео. Актуальные языки испанский, японский, китайский. Ссылка тоже есть в описании под этим видео. Можете ее найти. Если вы кого-то знаете или вы сами такой специалист, обращайтесь. Также можете перейти на jamescryptoguru.com и там подать заявку. Команда у нас вообще классная. Я вам сейчас покажу тоже фотку. Вот команда. Мы встречаемся каждый день на таких зум-конференциях. Обсуждаем наши текущие дела. Но это даже не вся команда. Это дизайн нашей игры, которую мы разрабатываем. Игры Magic Craft. Теперь почитаем пару комментариев. Не хочу звучать как заезженная пластинка, но ты в очередной раз оказался прав. Уверен, что следующие несколько месяцев будут очень крутыми для трейдеров. Привет, Джеймс. Хочу тебе сказать, что ты лучший криптотрейдер из тех, которых я знаю. Это смешная картинка, которых сейчас полно в интернете. Благо, что криптовалюта дает много поводов для приколов. Ну что ж, я поделился своим мнением по текущему положению дел на рынке. Не забудьте подписаться на канал, где уже 74 тысячи подписчиков. И помните о том, что если вы подпишетесь, поставите лайк и будете оставлять комментарии под этим видео, под любыми моими видео, то раз в месяц я буду выбирать случайным образом трех человек, которые получат по 200 долларов. Ну а пока что давайте снова посмотрим на Монако, на это прекрасное море, на яхты. Все яхты мне здесь нравятся, но вот это особенно. Спасибо, что смотрели. С вами был Джеймс, криптогуру, и увидимся завтра.